Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Валентин Шкандыбин, я из города Ростов-на-Дону. Я более 13 лет занимаюсь изготовлением древних музыкальных инструментов. Я создаю керамические флейты окарины. Вот одна из них в моих руках. И по такой счастливой случайности, а может быть не случайности, совпадению, мне предложили принять участие в 13-м межрегиональном фестивале фольклорных коллективов и народных мастеров, мастеров традиционных ремесел. Он называется «Раз в крещенский вечерок». Проводится в Ейском центре народной культуры города Ейск. Мне очень приятно, я с радостью откликнулся и несколько слов, конечно же, расскажу про этот удивительный, очень древний музыкальный инструмент. Окарина встречается практически у всех народов мира. Сложно сказать, где бы он ни встречался. На Руси мы все слышали и все наверняка знаем о таких музыкальных инструментах, простейших керамических, которые называются свистульки. Еще эти флейты называли на Руси дудели или же гудели, как я узнал по источникам определенным. Флейта Окарина имеет особенность. Это полая замкнутая форма, которая имеет несколько игровых отверстий в зависимости от строя. В данном случае здесь шесть отверстий и строй минор. Минор и тональность Фа. Я обязательно на ней прозвучу. Полая замкнутая форма дает удивительный, гудящий, несколько шипящий звук. Его еще называют звук земли, потому что материал, из которого делается эта флейта, керамика. Встречаются также деревянные и, конечно же, опираясь на современность, пластиковые окарины. Но я больше склоняюсь к натуральным материалам, поэтому занимаюсь 13 лет уже созданием этих флейт из керамики. Само название окарина происходит от итальянского слова, которое, возможно, придумал или каким-то образом, опираясь на те формы, которые создавал мастер, итальянский мастер Джозеппо Донати, он назвал их окарины. В переводе на русский язык окарина обозначает гусенок, потому что первые окарины были похожи на голову гуся. Но, как я уже сказал, у нас на Руси это были свистульки. И, собственно говоря, наверное, пришло время для вас поиграть, позвучать и дать возможность ощутить этот звук древнего музыкального инструмента. Тональность Фа, строй минор. Тональность Фа, строй минор. Моя музыка в основном состоит из импровизации, это мои собственные мелодии. Которые иногда я сочиняю в процессе, когда играю. Также окарины бывают еще в других строях. И в моих руках сейчас небольшая флейточка, которая выстроена в минорной пентатонике. И в данном случае это тональность Ля диез. Моя музыка в основном состоит из импровизации. И, конечно же, маленькая, наверное, самая простейшая флейта это свистулька. Но мои свистульки обладают такой особенностью. Они выстроены в ноты, трезвучный аккорд. Здесь два игровых отверстия, но они позволяют извлечь несколько нот. Моя музыка в основном состоит из импровизации. Моя музыка в основном состоит из импровизации. Такие вот маленькие особенно пользуются популярностью среди деток. Но и взрослые тоже любят и с удовольствием на них играют. Благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Фестиваль прекрасный. Я желаю ему больших успехов, развития, раскрытия и приумножения. И надеюсь, что придут времена, когда мы снова сможем встречаться не просто в онлайне, видеться вживую, общаться, делиться информацией, творчеством, ну и просто хорошими эмоциями и своим настроением. С вами был я, Валентин Шкандыбин, город Ростов-на-Дону. Благодарю вас. Благодарю вас.